Игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» распечатали ворота тоншайских спортсменов уже на первых минутах матча. Во втором периоде хозяева льда подтвердили свои преимущества и забили еще один гол. К концу второго игрового отрезка соперник смог отыграться, отправив наши ворота сразу две шайбы. На перерыв команда отправились с равным счетом 2-2. Как всегда, наша проблема – это первые периоды. Мы всегда их выиграли, наверное, раз или два в сезоне всего. Самое тяжелое для нас, наверное, начинать. Не знаю, почему, может, с дороги, может, реально. Ну, мне кажется, с дороги сказываются. Хочу сказать, что хороший соперник был. Все две игры, регулярки две игры, все на хорошем уровне. В начале третьего периода наши спортсмены отправили в ворота соперника еще одну шайбу, но пропустили в свои сразу два гола. В надежде спасти матч сравчане сняли вратаря. Этим воспользовались соперники и загнали шайбу в пустые ворота. Игра закончилась со счетом 3-6. Там хорошие, опытные ребята, молодые причем. Хорошо шайбу держат. Но не хорошо ее контролируют, могут, а вести ход игры. Нужно было выждать моменты на контратаках, что, в принципе, два периода получалось. В третьем сами сломали игру себе. В первом матче полуфинальной серии «Саров Инвест» уступил Таншаевскому старту в овертайме. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Теперь саровчанам предстоит сразиться за третье место с Дзержинским ураном. Первый матч «Саров Инвест» проведет на выезде 23 марта. Начало встречи в 13.00. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.